всем привет привет рада вас снова видеть на своем канале хочу сказать следующее поскольку я записываю все свои расклады на телефон иногда у меня может быть сбой со звуком это не имеет отношения к микрофону микрофон у меня есть вот а это как каким-то образом влияет на гнездо где входит микрофон в телефон поэтому если бывают сбои со звуком имейте ввиду что вам просто нужно будет одеть наушники вот я заранее кстати никак не могу это предусмотреть почему потому что я не знаю как поведет себя мой телефон тот момент просто я уже замечала раза три-четыре такое происходит вот я это смогу только увидеть когда уже запись готова и я потом начинаю монтировать пересматривать я вижу что звука нет мне просто очень жалко удалять ролики потому что она у них может быть очень много информации плюс ко всему это труд чтобы потом заново не перезаписывать у меня как будто бы знаете еще и не интересно перезаписывать почему потому что информация то она уже передана да и а что уже потом передавать поэтому если вдруг будет иногда сбои со звуком одевать наушники вот ну а я заранее извиняюсь за неудобства пока я не могу разобраться в чем причина и как-то вот чтобы обратиться куда-то в какую-то службу чтобы мне что-то исправили почему потому что это бывает не каждый раз и и в общем я объяснила да сегодня у нас будет расклад на тему тему дороги которой нет да я люблю абстракции и вот этот расклад будет как раз таки абстрактный но и в то же время очень очень конкретный я выбрала две позиции голубой и красненький камешек сегодня у нас будет всего лишь две позиции надеюсь этот расклад вам понравится где-нибудь вот здесь я выложу подсказку на аналогичный расклад я посмотрела и оказывается уже делала абстракцию вот может быть там тоже услышите какую-то дополнительную информацию для себя и напоминаю что предстоящие выходные я буду проводить снова блиц консультации то есть они мне нравятся к нему чем но напоминают пятничные акции которые я делала в начале своей карьеры таролога да когда мне необходимо было набраться опыта что-то здесь такое аналогичное идет и мне очень нравится я благодарю все кто приходит на эти блиц консультации почему потому что мне то есть за что я благодарю за то что люди пишут свои истории вот прежде чем я делаю расклад для того чтобы меня ввести в курс дела и мне мне очень нравится до ознакомиться с историями людей не знаю почему вот ну в общем приходите а мы с вами приступаем надеюсь вы определились и так позиция номер один голубенький камешек первая позиция голубенький камешек смотрим куда вы хотите прийти первый вопрос сразу конкретный куда куда вы хотите прийти отшельник что вы там забыли хочется сказать куда вы хотите прийти вы хотите прийти к каким-то ответом да то есть что-то вы ищете хотите хотите ясности четкости определенности и конкретного ответа на свой какой-то вопрос ну а если смотреть более обширно да то возможно какому-то философскому подходу жизни да возможно кто-то стремится к некой такой мудрости до на понимание жизни более масштабных объемов и относиться как то вот знаете вот к жизни именно с точки зрения уже бывалого умелого какого-то человека да вот действительно никого философа то есть достаточно легко но и при этом вникать в суть проблемы до видеть глубь понимать корень причину происходящего ну а если в контексте данного момента да то здесь какой-то ответ вы ищете если возможно уточнишь ответ вы ищете наверно тоже по поводу каких-то начинаний то ли как как это новое должно произойти либо как получить какой-то шанс новая возможность либо как развивать что-то по-новому заново в новом направлении либо как преодолеть какую-то свою неуверенность да в чем-то вот именно в каких-то новых начинаниях а откуда вы идете откуда вы идете да вы идете от благоразумие да то есть как раз таки идете вы из той точки когда присутствует какая-то развилка присутствует развилка и вам важно определиться пойду ли я сказать к умным либо красивым пойду ли я путем благодетели доброты и света чего-то такого возвышенного правильно верного либо я пойду более земным приземленным путем то есть забью на всю эту правильность ваша на всю эту белую пушистость и буду жить в свое удовольствие то есть например если вы определяетесь не знаем взаимоотношения с каким-то человеком как себя вести у вас есть две линии стратегия на линия по совести правильно так как нужно другая в свое удовольствие на то есть да какая мне разница что-то там обидишься не обидишься либо как там себя поведешь главное чтобы не было хорошо здесь вот что-то такое ну то есть одно что-то такое возвышенное другое вот прямо конкретное земное понятное либо одно имеет отношение к миру идеи фантазии да что-то там вы о чем-то мечтаете другое вот именно конкретное осязаемое измеримое вот в моменте здесь и сейчас вот оттуда вы идете поэтому вы хотите прийти к ответу да к тому чтобы найти ответ на этот вопрос почему вы до сих пор нет почему до сих пор не нашли ответ семерка педаклей здесь знаете здесь ощущение того что вы как будто бы ожидаете заслугу каких-то своих результатов результат своих трудов да вы пока как будто бы не видите этого результата то есть во что-то вы вкладывались и где-то как-то очень долго работали такое ощущение что ожидаете что это кто-то признает что это кто-то увидит но никто так какой-то видимо конкретный человек который вас интересует либо какая-то ситуация вот и что признают признают то что вы много вкладывали в это вы много работали над этим как будто бы вот идет обесценивание этого труда поэтому почему вы еще не там потому что во первых еще не нашли до конца да вы находитесь всего лишь в семерке есть еще как минимум три пути 33 этапа так скажем не пути а три этапа которые привели бы вас к завершению но к результату но здесь вы именно сейчас вот семерка педакли она и приводит нас к некой такой развилка когда я уже не знаю вроде бы большую часть своего пути я прошел но результата почему-то я не вижу и вот здесь вот вы сталкиваетесь с таким ощущением что как будто бы вот несу какой-то чемодан без ручки вроде бы и и и и и выбросить жалко чемодан то есть и он наполненный с другой стороны неудобно вытащить ручки нет что делать вот вот это развилка да вот это вот первичное как у вас было по можем и по добродетели до по благорассудству вот как оно пошло вот какое-то такое раздвоение к это двойная параллель так она и проистекает продолжается в этом направлении идти давайте еще уточню почему вы еще еще не там но пашкубка потому что потому что потому потому что с одной стороны здесь как будто бы детская какая-то позиция да может быть кто-то здесь как-то вот слишком ранимый слишком близко к сердцу все принимает и поэтому вот как не может определиться да то есть здесь эмоциональный какой-то фон вот он как будто бы мешает принятие ситуации в прояснении этой ситуации у кого-то возможно в прямом смысле причина является некий такой ребенок причем ребенок это не может быть не только ваша это вы можете быть этим ребенком либо если это касается какого-то человека да то вот человек какой-то такой хочется сказать ни рыбы ни мяса а просто человек вот он как будто бы не то что в неопределенности находится он как рыба он как рыбы такой вот скользкие его поймать и как-то вот конкретизировать что-то сложно то есть вот это его образ жизни такой здесь его поменять никак не возможно вам нужно подстроиться здесь вы наверное очень такой конкретный человек и построиться вот под этого водного такого человека вам достаточно сложно вы хотите как конкретики здесь и вот здесь скорее всего такая ситуация что как же а как же быть да то есть построить его под себя я не могу потому что ну надо принять он такой вот человеку не будет меняться а я хочу допустим быть с ним с другой стороны и себя то ломать не очень-то хочется вот как бы да вот в этой ситуации здесь что-то такое может быть вот то есть здесь еще вот как будто бы какой-то начальный этап да почему вы еще не там потому что здесь какой-то вот начальный этап либо это связано как-то с эмоции с вашей чувствительностью с тонкой натурой романтизмом вот либо это связано с детьми то здесь много вариантов так а зачем вообще туда на зачем вам туда надо прийти к этим ответом шестерка кубков потому что хочу потому что нравится потому что приятно потому что возможно долгое время да то есть шестерка кубков она говорит о прошлом да потому что не знаю в прошлом было там хорошо как-то так зачем зачем вам туда надо ну потому что рыцарь мечей я поставил цель да мне туда надо причем знаете такое ощущение что я я же я же принял решение что мне туда на ночью я теперь с пути буду сходить нет вот я пока не добьюсь знаете как человек некой в некой степени зашоренный да то есть я не хочу ничего потому что я привык быть победителем а это как будто бы добыча у меня ну не получается я свой зуб сломал об нее дай поэтому не получается ее достичь как-то получить вот вот и чем больше она убегает а то есть чем больше вы ее не получаете больше вы ее хотите здесь скорее всего уже идет даже не как сама цель который вы себе поставили а именно процесс то почему у меня не получилось да то есть какой-то вот как будто бы цепляет немножко за ваше эго то есть она начинает будора что что за дело почему не так как я хочу почему я этим управлять не могу улыбаюсь и одновременно вспоминая как мне писал александр невский в комментариях лень где ваша улыбка александр вот она моя улыбка все зависит от расклада я просто вижу здесь этого человека да знаете вот именно вас это нет нет убегает вот ты гадина я тебя что-то здесь такое идет зачем вам туда надо да потому что это ваше ваше планирование это расширение потому что здесь уже знаете что-то было вложено то есть это даже может быть какой-то проекта когда вы вложили очень много силу очень много ресурсов и знаете когда вкладываешься вкладываешь что точно так же как в отношениях да как говорят когда мужчина вкладывается в женщина уже просто так не отпустят а вот потому что здесь вопрос ценности не самого человека а свои своих с своей энергии своих ресурсов это ценно так хорошо что же вам делать да что же вам делать колесо фортуны но опять-таки двояки ответцы начали с двойственности двояки ответ с одной стороны колесо фортуны говорит о том что нужно взять ответственность до встать в центр этого круга чтобы вас не мантала под центрифугии вы не страдали головокружением либо морской болезни и быть как-то вот узнаете центрированным на возможно на себе даже не на цели одна себе то есть здесь нужно перестать волноваться перестать как-то беспокоиться на этот счет жить вот хочет сказать знаете поставил какую-то цель и просто двигайтесь в этом направлении то здесь эмоционировать нельзя вот о чем речь на то есть нельзя здесь как-то переживать почему потому что смысл переживать если вы знаете что жизнь циклично да сейчас одна полоса потом будет другая полоса с одной стороны по колесу фортуны вам это не нравится потому что эта ситуация уже повторялась не единожды возможно это какой-то ваш сценарий такой до повторяющийся в какой-то сфере до либо здесь какая-то ваша программа в голове которая вот периодически повторяется и это может не нравится а с другой стороны вы просто надо опять-таки философски подойти к этому вопросу и увидит что ну окей если есть повторы есть взлеты и падения то здесь знаете так интересно вот в этой колоде перво латы до колесо фортуны кстати у меня есть обзор на эту колоду в разделе плейлистов обзор моих колод может посмотреть колесо фортуны изображено следующим образом значит колесо и восходящее идет значит женщина которая здесь колесо индийское колесо изображено которая находится сложила свои руки в позе молитвы да то есть о чем-то молится просит и колесо ей это дает а то есть она молилась просила и она идет на к пику да к возвышению получения того что она хочет а с другой стороны колесо падает и там где колесо падает то есть заворачивается по нисходящей а там значит изображен царь мидас и не знаю как по-русски это тот злака золотая рука мида да и как то правильно вот про этого царя речь идет то есть тот который пожелал чтобы к чему бы я не прикоснулся да все становилось золотом но видимо не совсем правильно пожелал и это стало его проклятием так вот здесь имейте ввиду да каждой шутке есть доля истины имейте ввиду чтобы вот это вот ваше желание то чего вы хотите да может быть стоит расслабиться немножечко и отпустите это если она уйдет но и слава богу значит она вам не совсем нужно потому что есть вариант что вот это вот ваша заширенность по рыцарю меч меч мечей может привести к тому что вы то желаемое что вы хотите вы его получите он станет для вас проклятием и тогда вы будете думать о том что нафига нам не нужно было да то есть что делать хочется сказать подумайте это один вариант а второй вариант как раз таки очень схожие с тем что я сказал чуть ранее это довериться до довериться судьбе давай довериться фортуне удачи и если это прописано вашей жизни она обязательно случится в любом случае как бы чтобы вы не делали да по колесу фортуны что вам нужно сделать сейчас просто расслабиться расслабиться и довериться время пройдет потому что здесь еще может быть такой вариант что еще не время иметь то что вы хотите но один великий аркан другим дополняет аркан умеренности смирите смирите свой пыл да найдите золотую середину в своем собственном желании да то что вы хотите идите мелкими шагами спокойно размеренно и я бы сказал даже паркан умеренности здесь идет даже не не борьба а здесь идет соединение двух сил пассивные и активный то есть преображение должно произойти первично внутри вас то есть если вы хотите да здесь сразу подсказка что вам нужно сделать первую успокоиться во вторую проработать те преграды те барьеры которые встают на вашем внешнем пути внутри себя то есть увидеть что именно вам мешает получить вот этот вот ответ да что стоит преградой найти это внутри себя и проработать это внутри себя чего бы это ни касалось и потом колесо закрутится то есть здесь вот как будто бы вы можете влиять на внешний мир через себя если что-то у вас нет значит внутри вас есть преграда значит где-то внутри себя вы не разрешаете иметь то что вы хотите услышите меня вы не разрешаете себе иметь то что вы хотите так так как вам сделать да ну в принципе я уже сказал да как вам сделать вот то что я озвучила в плане что он делать как вам успокоиться либо как вам найти проработать что-то внутри себя тройка кубков смените свое настроение напрямую до успокойтесь как можно успокоиться переключитесь на что-то радостное займитесь тем что вас наполняет общайтесь с людьми которые вас наполняет идеи книги музыка все после чего взаимодействие с этим вы чувствуете себя драйвово кайфово в хорошем настроении вот это вот поможет вам переключиться я конкретно не могу сказать потому что у каждого ведь это свое да кто-то может просто пойти в какую-нибудь кафешку выпить чашку горячего шоколада и кайфовать от жизни а кто-то может пройти подождем босиком и попрыгать положим как маленький ребенок у него уже хорошее настроение у каждого свое а кому-то просто нужно поплакать в подушку потом хорошо в душе в душе хорошо то есть здесь у каждого свое но однозначно надо поднять свои вибрации вот что вам нужно сделать поднять свои вибрации вот здесь вот как будто бы тройка кубков она сразу соединяет вот эти два аркана с одной стороны у нас идет колесо фортуны как успокоиться с другой стороны аркан умеренности как проработать преграды внешние через себя поднимая свои вибрации как понять через поднятие своего настроения вот как-то так как-то так быстро да как-то я сказала первую позицию вот я вам тройка кубков перекроет такая абстракция была очень интересная и мы с вами переходим позиции номер два красненького камешкова двоечки здравствуйте сегодня мы поработаем нашу с вами абстракцию напоминаю что впереди грядут выходные а значит близ консультация я жду вас на этих близ консультациях информация будет написано в разделе сообщества загляните туда пожалуйста и почитайте пост все станет понятно что и и и как ну и если вы еще не подписаны на мой второй канал ссылка на него в описании в ниже под видео смотрим куда вы хотите прийти внимание не задаю вопрос откуда вы уходите я задаю вопрос на цель конкретно на ориентир куда вы хотите идти сразу куда я хочу прийти семерка кубков здесь что-то вы фантазируете мечтаете как-то хотите знаете первой позиции тоже была связана с ответом на вопрос а здесь как будто бы выбор ну то есть косвенно очень созвучная позиция куда куда вы хотите прийти стойкости знаете как будто бы хотите определиться хотите определиться уже как-то свои страхи смирить научиться управлять собой здесь какой-то внутренний ваш найти опору как-то внутри себя семерка кубков о чем нам говорит она говорит о том что есть разные желания да и в чем сложность здесь выбора как и в любом выборе сложность заключается в последующей скорее всего в ответственности да за последующие действия почему человек не выбирает почему иногда нам сложно что-то выбрать потому что мы осознаем что в дальнейшем нам нужно будет что-то сделать то есть за принятие того или иного решения нам придется нести ответственность а вот это вот ответственность порой мы ее не хотим нести на например мы приняли какое-то решение потом нам надо что-то поменять себе вот это вот поменять то есть последствия мы не любим последствий мы любим плюшки мы не любим последствия которые с ними связаны и вот здесь вот семерка кубков говорит что вроде бы и это хорошо это хорошо но есть что-то внутри вас как некий восьмой кубок где вы можете выбрать что-то одно из этих семи грехов чудес вот но при этом внутри себя есть чувствуете вот это вот некое восьмое желание что возможно есть что-то лучше то что вот моё только пока здесь вот именно среди этих семи кубков я не вижу я не знаю четко что это но внутри есть какой-то внутренний голос который мне говорит что да она есть но я пока этого не вижу и вот здесь вот у вас есть как будто бы какое-то желание такая такое быть стойким в своем собственном выборе я могу предположить исходя из этих двух карт что вот вы очень быстро меняете принятое ваше решение то есть я вроде бы хочу это а потом через какое-то время когда я это получаю я понимаю что вот что-то мне оно не нравится и вот вам от этого некомфортно потому что вы как будто бы семье не позволяете менять коней на переправе то есть у вас возможно есть такое убеждение что но если выбрал определился то окей надо значит вот здесь я выбрал себе партнера значит до конца дней я буду только с ним да то есть как будто бы у меня нет права что-то изменить здесь какая-то такая какой-то такой момент либо есть ситуация что вот вы видите что что-то внутри вас очень сильно рушится и вы как будто бы вы не держит не не держитесь за это вы поддерживаете да то что разрушается в что-то внутри вас возможно разрушается ссори мы смогу блять пошла что-то внутри вас разрушается и вы как будто бы сдерживаете вот эти вот руины которые остались и это разрушение она как-то связано вот с вашими страхами возможно с бесконечной какой-то внутренней борьбы борьбой поэтому куда я хочу прийти давайте еще раз прошу куда вы хотите прийти к десятке пендаклей да вот я же говорю какой-то стабильности каком это постоянству причем изобилия к созданию какой-то своей системы ценностей да вот чтобы она уже было знаете вот в этот момент да да успокойся то уже до определись уже и успокойся либо бывает так когда по молодости особенно ну об этом известно до мужскому населению то есть да уже нагулялся до гуляешь туда нагулялся уже все теперь я уже готов создать семью вот здесь вот что-то такое аналогично все как будто уже все попробовала вот то сейчас я хочу уже что-то спокойно либо я там учился там для родителей для общества еще а сейчас я хочу научиться вот что-то для себя то есть я собрал все эти корочки все эти дипломы сейчас хочу что-то сделать для себя для своей души вот что-то здесь такое поэтому ощущение что вот тот выбор которые те возможности которые у вас есть они как будто бы вот они хорошие но вы как будто ждете какой-то другой шанс вот какой-то восьмой кубок который после которого вы возьмете загоритесь и сорветесь и побежите на реализацию вот туда куда-то вы хотите прийти откуда откуда я иду да откуда я родом откуда я иду а вы идете как раз таки от туза пендакли да от какого-то шанса от какой-то новые возможности от какого-то предложения какие-то двери вам открылись какие-то горизонты вам открылись возможно появилась вот это вот какая-то новая ценность вот этот восьмой кубок о котором я говорила да и и здесь возможно исходя из этого получается куда я хочу прийти да я хочу быть уверена в том что вот этот шанс который вне семи кубков он действительно даст мне то что я хочу здесь вы как будто бы ищите гарантии да чтобы не ошибиться почему вообще вы еще не там потому что десятка мечей потому что убит поэт убит поэт потому что двери закрылись что-то завершилось а новое видимо еще не открылась потому что хотите выстроить по тройке пендакли что там что-то действительно хорошая и стоящая вот в этом вопрос то не хочу уже ошибаться то что я уже говорила да здесь закрываетесь закрываетесь от чего и аркан силы от внутренней какой-то борьбы на как будто бы вот этот бесконечный конфликт внутри вас на с одной стороны страсти кипят и я как-то вот на инстинкта хочу это сделать а с другой стороны я понимаю что не знаю там возраст на статус какое-то положение что-то не уже как будто такого ну уже никому флю то есть но мне не подходит не мое уже так поступать нельзя вот это вот внутренняя борьба внутренние какой-то раздрая беспокойство не дает вам возможности успокоиться угомониться угомонись ты уже да зачем зачем вам туда как зачем шестерка педакли вы только достигли какого-то вот финансового своего удовлетворения я не могу сказать что это пик потому что все таки шестерка но вы только вышли из пятерки педакли из какого-то кризиса да и пришли в шестерку начали как-то взаимодействовать у вас уже есть опыт и кризисные ситуации как из нее выходить поскольку вы уже вышли из этого кризиса конечно же туз нам здесь про это говори да какой-то шанс но я хочу туда я хочу жить лучше я хочу как-то взаимодействовать здесь человек который как будто бы вкусил попробовал что-то такое вот очень вкусное манящее ну вот вы шестерки педакли хотите прийти к десятке педакли какому-то своему логическому завершению и одновременно новому этапу новому уровню новому уровню качеству еще зачем вам туда надо король мечей потому что я принял такое решение не спрашивая меня или не почему и для чего я короля мечей я я власть и царь да и бог я так решил я так хочу ну хорошо приняли так приняли что вам делать окей приняли решение что вам делать как вам попасть в эту десятку педакли в эту стойкость да как быть стойким в своих идеях в своих эмоциях и в действиях как вам быть стойким королева педакли говорит о преданности будьте преданные преданность своему собственному решению приняли решение окей но король мечей у него же какой подвох есть да я стойкий я уверены но вот вдруг появился еще один какой-то шанс и я понял что это тоже мое и снова понеслась и мне туда надо а потом вот я вот как эта пчелка мне же надо вот все это опылить мне живота вот мне же я вспоминаю в не по молодости мои родители на сашкенте выращивали хлопок вот и отправляли летом по-моему миссия не шва если бы осенью в общем что-то такое а отправляли студентов учеников старших классов на то чтобы собирать хлопок и вот моя мама рассказывала о том что давали значит мешки куда они этот хлопок должны были собрать и грядки или ряд как это правильно сказать не знаю допустим вот здесь вот это вот ты собираешь на то есть вот на своем пути идешь и собираешь нам вот второй ряд либо грядка для кого-то и так вот всех вот выстраивали перед под полем да и вот каждый идет о как комбайн условно говоря только личная работа потому что весь хлопок собирал как это называется там комбайн а вот то что оставалось все таки потом это надо было руками собрать так чему я это к тому что в то время моя мама познакомилась моим уцом вот они учились в вечерней школе и а мой папа он только приехал из-за границы ну то есть он не рожденный в россии вот и и он не понимал вот эту логику то есть ну зачем эти одной грядки в этом ударе мешок отсюда возьмет оттуда где увидел это ну вот так вот когда бегал отсюда туда-сюда пока все проходит он уже все поле собрал отовсюду понемножку да вот прямо как раз таки как колесничий колесничий так работает так вот сейчас я улыбаюсь по право вашего короля мечей потому что мне это очень-очень напомнил на вот этот вот момент то есть а где логика зачем нет что же я машина что зачем не эти прямой да я вот так вот зигзагообразную то есть там увидел здесь сорвала там сорвала тут собрал там собра и глядишь я уже но свою норму сделала вы идите вот так как вам сказали вот здесь вот что то такое то есть да я вроде бы по королю мечей я принял решение то что вот мне туда надо но зараза вышли новые какие-то возможности они такие манки и вот здесь вот это вот аркан силой да то есть логика я понимаю что я же уже определился я уже же все просчитал все варианты уже подстраховался и соломинку подложил и подушкой матрас вот но в процессе лев то проснулся инстинкты проснули желание проснулись и я это хочу вот это вот бесконечная такая борьба и как не могу угомониться и поэтому решение вам говорится что вам делать будьте по королеве пендакли будьте преданными будьте преданные своему решению идите за тем решением которое вы изначально приняли будьте стабильны вам стабильности не хватает то есть вам как будто бы да знаете с одной стороны не хватает два аркана в этой колоде альтернатива да то есть аркан силы традиционной и его альтернатива как благодетель это стойкость вот здесь будьте стойкими в своем выборе до постоянстве вроде бы вот вы земные вы идете по энергиям да такие достаточно земные стабильные люди которые вот это сказать есть внутри вас некая такая структура до стержень но с другой стороны вы у меня идете такие вот достаточно огненные люди да то есть вот как пламя пожар прыгать туда-сюда 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 и вот это вот прыжки они вам не не совсем помогают да то есть с одной стороны да я хочу финансов да я хочу я знаю что троечка меня любят деньги это классно это здорово это прекрасно и хотите наслаждаться но вам как будто бы не хватает вот это вот постоянство не хватает стабильности какой-то вот долгосрочности вы очень быстро бросаете то что вы начинаете почему потому что вот вам как будто бы не хватает терпения вот у терпения которым не было по первой позиции уединищик Вот у вас этого терпения как будто бы не хватает, вы хотите все очень быстро, очень быстро, и при этом не получаете результатов, потому что вы очень быстро отказываетесь от этого. Вот здесь вот вам говорят о своем деле, не надо отказываться, нужно быть верным, преданным и стабильным. По королеве Педакли что она делает? Она не просто сохраняет тот финансовый, как сказать, капитал, который ей влучают, а у нее есть такое свойство, она умеет его приумножать. То есть это тот архетип, который приумножает те блага, которые имеет. Идет здесь некое такое расширение, то есть ты даешь ей 3, она изучает, где куда можно вложить и возвращает тебе 6, то есть в 2 раза больше, а то и в 3. Почему? Потому что она понимает, во что нужно что вложить, как приумножить то, что, то есть она не только сохраняет, она еще и приумножает. Вот здесь вот про это, что еще вам нужно сделать, король кубков? Хорошо, это о чем? Аркан мира. Аркан мира. У меня такое ощущение, что вот вам как будто бы не нужно как-то вот переживать, тревожиться, да? Вам не надо сдерживать тот поток, который к вам идет сейчас. Не в плане, что его самого не надо сдерживать, а здесь как будто бы, знаете, идет какое-то расширение у вас. А из-за того, что вы привыкли все контролировать, вы как будто бы не успеваете сейчас за контролем, вы его теряете, он уходит из ваших рук. И вы по этому поводу очень сильно беспокоитесь, вам не надо беспокоиться. Вам как будто бы не нужно контролировать, вам нужно наблюдать. Потому что когда вы контролируете, вы включены в процесс. И пока вы в этом процессе, то есть как пельмень, который варится в кастрюле, он не понимает, что его съедят. Но стоит пельменю прийти в позицию шеф-повара, который смотрит свыше, да, то есть он четко понимает, что сейчас меня сварит, да, поэтому хоть наслаждайся, ты находишься в горячем закузе. Вот здесь что-то такое. Вам нужно не включаться в процесс, потому что это вот вас как-то тревожит. Находиться в позиции наблюдателя за тем, что происходит. Отпустить контроль и просто наблюдайте. И если понадобственности, ну то есть если вы увидите, что есть некая такая необходимость действовать, только тогда вы действуете. Но вы это поймете из позиции наблюдателя. А если вы уже действуете, то вы не поймете, ну то есть пропустите тот момент, когда надо действовать. Вот здесь об этом. Как вам сделать вот то, что я сказала, да, вот то, что вот быть стабильным и быть преданным. То есть как вам этого достичь? Королева Жезлов, Четверка Кубков, Шестерка Мечей. Знаете, здесь вот вы наметили себе вот этот вот путь, которому вы хотите прийти. И вот вам по Четверке Кубков здесь говорится о том, что находитесь в своей какой-то эмоциональной зоне комфорта. Именно эмоциональной зоне комфорта. Это не значит, что вот вы как-то бездействуете, а это значит, что все, что вы делаете, для вас это комфортно. То есть убирайте лишнюю вот эту тревогу, делайте то, что у вас, от чего вы получаете удовольствие, да, от чего вы кайфуете. Да, о чем говорит Четверка Кубков? Перерождение. Перерождение – это альтернатива аркану смерти. Вот здесь идет процесс перерождения. Оставьте то, что уже сгнило, и впустите что-то новое. То есть от того, что, знаете, какой-то вот переработанный продукт, отпустите его и посмотрите, что из него выйдет. Это как листья, сейчас осенью опавшие, превращаются в удоврение, когда они начинают гнить. Не надо оставлять вот этот, останавливать этот процесс гниения. Это естественный процесс. То есть дать возможность этому произойти, потому что из этого что-то новое будет. Потому что ничего не появляется из ниоткуда, и ничего не уходит в никуда. А все есть процессы трансмутации, то есть перемены, перехода из одного в другое. Вот здесь вот вам для этого и дана четверка кубков, вот это вот эмоциональный комфорт. То есть вам не надо переживать и волноваться, вам нужно находиться в этом эмоциональном комфорте, когда вам удобно, когда вы находитесь в позиции наблюдателя, и в этот момент будут происходить те перемены, которые должны, то есть вот что-то должно уйти, даже оно не уходит, оно отмирает. Оно отмирает и превращается во что-то другое. То есть яйцо разбилось, и из него выходит птенец. И вот вам не надо быть ни в позиции яйца, ни в позиции птенца, а вам надо быть в позиции наблюдателя, смотреть за этим процессом. И когда вылупится птенец, тогда вы уже разберетесь. Хочется сказать, по ходу действия вы уже поймете, что вам нужно делать. Но важно не пропустить этот момент, когда птенец вылупляется из этого яйца. Вы можете это пропустить. Чтобы этого не было, будьте вот в четверке кубков, когда вам комфортно там, где вы находитесь, не в плане физики, а в плане эмоций. Здесь вот эмоции как-то надо укротить. Это вот аркан силы в этой колоде. Это Геракл, который сражается с немейским любовь. То есть вот лев здесь олицетворение именно наших страхов и инстинктов. Вот это вот эмоционального того фона. Как его называется? Человек. Человек здесь идет олицетворение нашего суперэго здесь получается. Здесь идет речь про суперэго. Про то, к чему вот этому идеальному вы стремитесь. И то есть с одной стороны я этого хочу, а с другой стороны я этого боюсь. Вот здесь вот вам надо вот эти вот страхи усмирить внутри себя. И поэтому вам позиция наблюдателя нужна. Но мне кажется, я уже достаточно объяснила здесь эту позицию. Вот такой был расклад для двоечек. Расклад для двоечек. Все у вас здесь будет хорошо. От вас зависит. Приходите на блиц консультации. А я пожелаю вам отличных выходных, хорошего настроения. Кайфуйте. Получайте от удовольствия. От жизни помните, что второго дня, как этот, не будет. Учитесь проживать. В моменте здесь и сейчас. Наслаждайтесь то, что с вами происходит. Получайте удовольствие. Обращайте на это все внимание. И вот здесь вот, да, здесь надо включаться. Здесь это все нужно проживать, пропускать через себя и осознавать. Побольше вам осознание на этих выходных. Осознание того, что с вами происходит. Что вы делаете. Почему вы делаете. Почему поступаете так или иначе. И осознавать это удовольствие. То, что с вами те чудеса, которые и преображение происходит внутри вас. И постоянно восхищаетесь, восхищаетесь собой. Вы самое прекрасное, самое идеальное существо из тех, которые могли бы родиться именно в вашем теле. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.